Здравствуйте, мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодня очень такая, знаете, тема тяжеловатая, я бы сказала. Она не тяжеловата тем, что там что-то особенное надо делать, нет. Она тяжеловата моральными, духовными переживаниями за свой сад. Речь пойдет именно о саде, о плодовых деревьях. Есть такое страшное слово «морозобоины». Все знакомы с этим словом? Но тот, кто думает, что он не знаком, получает, например, весной, когда возвратные замородки выше, то есть ниже минус 10 градусов, ну, это обязательно произойдет. Даже минус 9 – это очень опасно для плодовых деревьев. Вы представьте, что и сейчас, вот прям сегодня, в стволах деревьев, и весной, когда началось сокодвижение, есть очень много влаги. Влага несет питательные вещества туда-сюда, восходящее сокодвижение. Сейчас нисходящее. Надеюсь, что оно скоро закончится. Но если деревья не сбросили зеленый лист, значит, сокодвижение еще существует в них. И эти стволы деревьев, как бутылки с водой, а ночью температура, боже мой, минус 12-13 за городом. Вы представляете, что такое бутылка с водой? Она же лопнет, вот так лопнет и ствол дерева. Причем это произойдет непременно в самой нижней части у поверхности почвы. Понимаете, о чем я говорю? Вот здесь появится вот такая вот расщелина, вот такая. Разорвет кору. Потому что влаге некуда деваться, а низкая температура в самом низу, вот ее и разорвет внизу эту кору. Это и называется морозобоина. И в верхнюю часть морозобоины будет всасываться воздух, а с нижней будет выходить сок. И туда будет всасываться воздух и закроет все-все проходы для питательных веществ. И рано весной вы получите неожиданность. Оказывается, яблоня почему-то не хочет распускать все почки. Только несколько веточек у нее покрылись листьями. Почему? Вы должны понимать, что сейчас ваша задача, вот, ну, просто температура очень низкая ночью. Очень низкая, неожиданно низкая. Поэтому, ну, обвяжите вы там укрывным внизу стволы сантиметров 50 хотя бы. Ну, как-то помогите своим яблоням. Ну, мазью Вишневского там намажьте какую-нибудь там, не знаю, ленточку. Только не прилагайте ее мазью к стволу дерева. Ну, положите ваточки с этой мазью Вишневского дегтем там, не знаю, еще с чем вонючим. Мыши не любят этого, они не подойдут. Ну, обвяжите лапником нижнюю часть ваших деревьев иголками вниз. Это тоже поможет не допустить туда грызунов. Но это поможет еще сохранить вам дерево. Вы понимаете? А если весной еще морозобовый на вторая жахнет, ну, тогда вы потеряете яблоню, грушу, неважно, слива или вишня, как это будет называться. Сейчас не сбрасывают листья поздние яблони, поздние груши, вишни, естественно. Они никогда рано не сбрасывают эту листву. Ну, и сирень туда же, куда и все путние люди. Поэтому позаботьтесь о них, пожалуйста, если не хотите расстаться с ними прежде времени. На этом закончу. Всего доброго и до свидания.